Паш, если можно, чуть ближе к микрофону. На самом деле, вот сейчас вот наши слушатели, которые зашли на наш сайт sportfm.ru и смотрят видеотрансляцию, подумали, Трусов такой шплинт вообще. На самом деле, Паша просто очень высоко поднял кресло. Нет, на самом деле шплинт. А уж по сравнению с Дмитрием Дорофеевым, так и тем более. Скажите, пожалуйста, вот первый вопрос. Прям уж, коль скоро мы об этом заговорили. Это вопросы к Дмитрию и к Павлу. Смотришь на азиатских конькобежцев и на спринтеров, они выглядят маленькими всеми. А у нас, ребята, все высокие, мощные. Это просто потому, что в Европе так получается, что у нас высокие, длинноногие, совершенно фактурные конькобежцы. Ну, папа, мама подарили, наверное, рост. Поэтому генетически, наверное, заложено. Поэтому, наверное, по определению Павел и вот я не могли быть маленькими, потому что у меня папа высокий. Поэтому, наверное, так. Поэтому, конечно, определенные трудности есть, но нам это не мешает бегать быстро на коньках. Саша помогает. А я с ним тоже поспорю, Саша. Мне кажется, ты в первую очередь имеешь в виду шортрекистов, когда говоришь о габаритах. Почему? А спринтеры разве не маленькие? Это они вот там чуть ли не между ног друг у друга пролезают, раз-раз, что-то, оп, он уже первый. А стартовал последним. Нет, Паша, а разве спринтеры? Они же, ну, азиаты, по-моему, тоже маленькие, да? А не меньше вас? Фактически все, да, маленькие спринтеры всегда отличались такими большими ногами и очень резкие. Да, да, да. Ну, я думаю, мы скоро это поправим. Ясно, хорошо. Это вы лишите их резкости? Кстати, по поводу резкости. Уж, коль скоро об этом решится, что ведь резкость же тоже зависит от, да, длины мышц, да? Получается, высоким людям сложнее, да, при ускорении, при первоначальном ускорении. Ну, все мы разные, как бы, я не считаю, что я с моим ростом недостаточно резкий или что-то. Надо думать, если чемпион мира. Ну, и вот, и как-то не думал. И все на уровне, как бы, с ними. Получается, это нормально. В принципе, рост и сила, и получается, очень даже складываемся хорошо. Слушайте, а вот смотри, вы бедра вот измеряете метром? Вот у кого больше, там, кто круче, вот так вот, между собой плечи? Бедра, плечи, валка там, нет? Ну, бедра у нас, да, основное, что мы измеряем, в принципе. Есть такая... До остального руки не доходят, да? Да. Ну, не, это и есть такое, да, меряем все, это интересно. А с какого возраста вот начал мерить? Ну, понял, что прям растет, и понял, что вот уже прям больше, чем у, там, остальных своих, там, сверстников. У Виктора Ана. Ну, лет, наверное, 17, когда уже начался такой более-менее рост, там, все вот это вот пошли вверх. И сразу заметно ноги, что идет конькобежец, а не какой-то простой парень. Да-да-да-да, дрич какой-нибудь. Слушай, а смотри, ты же начал, в принципе, довольно поздно, хотя, может быть, ты исправишь, в 12, мне кажется, в основном наружу пораньше. Да, вот мы читаем, да, по Википедии, да. Ну, многие говорили, что поздно, но я так не считаю, я уже был готов. После тенниса еще я, как бы, так немного физуху поднял. Настольного тенниса такой. Ну, кстати... О, настольного? А что, среди... Да нет, нет, то, что играет, понятно, но то, что началось с этого... Интересно, кстати, да, вот такой очень любопытный переход. Вот, Дима, кстати, тогда тебя тоже хочется спросить, а переход в коньки из какого-то другого вида спорта тоже состоялся в свое время? У меня нет. Да, нет? Сразу коньки. Да, сразу коньки, но я до 9 лет рос и бегал, и на лыжах катался, и в футбол играл, и в целом конькобежный спорт давал на начальной подготовке детям очень много. Мы и в хоккей, и в футбол, и в баскетбол играли, поэтому... Ну, у нас тогда не было вот такого современного катка, как сегодня в Коломне, куда пришел Павел в 2005 году. Ну, в 2006 он открылся, поэтому здесь, наверное, это приопределило его судьбу в таком небольшом городе, как Коломна, куда они переехали с родителями. И, как Павел говорит, то есть отец его привел, показал, то есть, ну, я думаю, что круче условий на тот момент нигде не было. Вот, у меня есть с этим вопрос к вам обоим. Получается, что, как ни крути, вот высококачественный, да, очень высококачественный спортивный объект резко влияет на, в конечном итоге, на появление профессиональных спортсменов, да, такого уровня? Ну, даже сколько не появлений, а сколько, так скажем, методических и профессиональных можно там готовить. То есть конькобежный спорт сегодня ушел под крышу, уже, сегодня мы уже не мыслим, как бегать на открытом льду, там совершенно другая техника. Ну, Медео нет, но, то есть, можно, конечно, в горах тренироваться, то есть, у нас есть такие места, как Калальба, где Италия, где высокогорный каток на тысячу метров, где любит в соревновательный период проводить свои небольшие сборы и голландцы, и, в частности, мы туда выезжаем, но это не как, так скажем, система, которую можно выстраивать. Поэтому крытые катки, они дают более профессиональный, более точный подход и в планировании, и, так скажем, к достижению вот таких результатов, конечно. Вот мы сейчас буквально на 30 секунд прервемся, а потом как раз вопросы и Павлу Кулижникову, и Дмитрию Дорофееву относительно планирования. И подготовки, и самой дистанции, потому что как планировать спринт, я вообще себе плохо представляю, через 30 секунд. А пробка в Москве сейчас 5 баллов по данным Яндекс.Пробки. Движение плотное, по-прежнему самая длинная пробка на Волгоградке от улицы Академика Скрябина до Люблинской. Остальные по полчаса на Щелковском шоссе от Медвежьих озер до Блашихинского шоссе. На Ленинградке от Беломорской до улицы Зои Александра Космодемьянских. Смотрим на МКАДе. Там 30 минут от Нацахинского шоссе до Рязанского проспекта на внутренней стороне. На внешней столько же от улиц Подольских курсантов до Каширского шоссе. Итак, продолжаем. И вопрос, Паш, начну вот этот вопрос сначала тебе. Вот как раз относительно спринта. А я смотрю, что ты же бегаешь все дистанции, да, далеко не только спринт, да, но и пятерку, и три километра, да, то есть, естественно, такой нечистый спринтер, да. Стараюсь, да, прогрессировать во всем. В связи с этим вопрос. Я понимаю, как можно разложить по дистанции, там, 5 километров, разложить круги. Да, среднюю скорость на круге, там, и так далее, среднее время прохождения. Но спринт такая история, при которой надо просто взять и пробежать, да, насколько я понимаю? Здесь разложить ничего не успеваешь. Ну как, все идет от разгона, и именно круг, один круг, он идет, его тоже раскладывать. Малая дорожка тоже, это влияет, большая дорожка, и ты уже, как бы, контролируешь. Выходишь после разгона, и ты понимаешь, что тебе надо садиться ниже и пробежать тот малый поворот, который, второй именно малый, его очень тяжело удержать, это тоже надо думать, вход подгадывать, это все тоже тонкая работа очень. А ты говоришь ниже, это аэродинамика, что ли, до этого, да? Углы, при которых толчок получается более эффективным и силой. А играет роль на каком круге? Я понимаю, что играет, мне интересно, как играет, на каким кругом заканчивать, большим или малым, то есть по внешнему радиусу или по внутреннему? Чтобы ставить на сегодняшний момент мировые рекорды, лучше финишировать по малому радиусу. В общем, те времена ушли, когда мы боялись там малой дорожки второй, то есть надо совершенствоваться в технике, и, ну, почему, объясняю, потому что для того, чтобы установить какой-то приличный результат, а не говоря уже мировой рекорд, надо, первое, быстро разогнаться максимально. А для этого нужно расстояние, да? Да, нужно расстояние, то есть при быстром разгоне, то есть пробегание большого поворота первого, оно прочее, то есть больше радиус там еще можно набрать, то есть при быстром разгоне по маленькому, то есть радиусу по первому, то есть возникают тоже там свои нюансы и трудности, то есть меньший радиус тоже можно зарыться, закопаться. Слушайте, в этом что-то есть от автогонок, ты знаешь, мне кажется, да? Да нет, конечно, конечно. То есть, ну, центробежные силы, все прекрасно понимают, что такое центробежные силы, что такое Ж, да, и сколько давит нагрузка вправо-влево, то есть, ну, там вправо-влево у нас, в принципе, мы бежим только по траектории влево, да? То есть заморачиваем влево, поэтому... Все вот эти нюансы, которые мы обсуждаем с Павлом, и о чем вы сказали, что такое спринт. Спринт – это, прежде всего, на тренировках ты наработал автоматизм движения, все координационные свои способности, и дальше ты вышел и просто ввалишь, ну, как говорится, в оба. Ну, вот ввалишь тоже, чисто автоспортивный такой термик. Вот, и, ну, возвращаясь, почему по-маленькому? Потому что если ты обладаешь определенными техническими способностями, ты на тренировках наработал, и мы видим динамику, поэтому второй малый, то, что делает сегодня Павел, и все специалисты это отмечают, и ко мне и канадцы подходили, которые в этом понимают, да? Вот Джереми Ватерспон – мировой рекордсмен, то есть мы все понимаем. И я в свое время учился ихней технике, тоже смотрел. Вот это мы сегодня делаем. Поэтому я считаю, что мы будем и дальше совершенствовать малый радиус пробегания, и тогда, я думаю, что мировой рекорд не устоит. То есть я так понимаю, что еще... Да, прошу прощения, я просто чуть-чуть добавлюсь. Я хотел напомнить, что для тех, кто только подключился, Павел Кулижников и Дмитрий Дорофеев у нас в эфире сегодня, наши прославленные конькобежцы, соответственно, действующие спортсмены и его тренер. И вы имеете возможность задавать вопросы нашим гостям сегодня на 5-5-3-3 в начале Става Спорта. И они уже есть, но вопросы, я бы сказал, такие фундаментальные. Мы зададим их еще. Для них нужно будет время отдельно. Да, я просто хотел, чтобы с этим моментом вот как раз закончить и с мировым рекордом как раз-таки. То есть я так понимаю, что основной ресурс, да, Паша, относительно твоего дальнейшего прогресса, это как раз вот тот самый малый круг, да, и вообще в коньках, да, в спринтерских дистанциях. Да, там еще есть такой нюанс, что когда выходишь с большого радиуса и бежишь с сильным соперником, ты выходишь ему в спину и получается ловишь эту аэродинамику, и как бы скорость выше, и ты входишь в этот поворот и убегаешь от него из-за этого вот. А это как, жеребьевка определяется? Но, как ни крути, двойная выгода. Получи возможность приобрести Мегафон Логин Плюс по заманчивой цене за 4 990 рублей. При подключении тарифной опции Интернет-С или тарифного плана Мегафон Все включено М и внесении абонентской платы. Стоимость опции тарифного плана периода внесения абонентской платы в вашем регионе узнаете на сайте. Мегафон.ру Ко дню 8 марта, чтобы всегда быть на коне, дарите себе и близким знаменитый шампунь, маску и лак «Лошадиная сила». Потому что «Лошадиная сила» – пожалуй, самый долгожданный подарок ко дню 8 марта. А еще желанным и любимым дарите крем «Буренка». Летобанк представляет потребительский кредит «Лето» на особых условиях. Снижайте ставку по кредиту своевременными платежами. Платишь вовремя – платишь меньше. Подробности на летобанк.ру ООО «Летобанк». Софтспорт.ру. Новости и эксклюзивы из мира спорта. Фавориты и громкие победы. Листай, читай, смотри. Софтспорт.ру. Такой спорт нам нужен. 12+. Телефон рекламной службы «Спорт.фм» – 620-46-64. Код Москвы – 495. Утро должно быть спортивным. Пинг-понг-шоу на «Спорт.фм». Продолжаем пинг-понг-шоу. Максим Трусов, Александр Кузмак и наши гости, наши замечательные конькобежцы. Тренер и его чемпион. Чемпион и его тренер. Павел Кулижников – чемпион мира на отдельных дистанциях. И это был чемпионат мира на отдельных дистанциях. Я правильно теперь уже формулирую в данном случае? Да, сначала был чемпионат мира, а потом… А потом чемпионат мира по спринтерскому многоборью. То есть, а можно ли, будет ли логично сказать двукратный чемпион мира в этой ситуации? Правильно ли? И это все-таки разные чемпионаты. Ну, почему нет? Двукратный, то есть в разных дисциплинах, но двукратный, да, чемпион. Вконтакте нас тут пишут. Денис Нестеров и Дмитрию передает привет от всего города Коломны. Мы всегда за него сильно-сильно болели. Лично от соседа по улице Кирова города Коломны. Спасибо, да-да-да. Слушайте, ребят, а вообще по поводу Коломны. Ну, я же не ошибусь, если скажу, что это такой центр конькобежного спорта, да ведь? Да. А почему именно Коломна? И есть ли еще какие-то места? Ну, хорошо, в Москве, в Москве, в России. Сейчас в Челябинске, я знаю, да, хорошие есть… Нет, ну, давайте вернемся в историю. То есть, Коломна – это один из первых вообще в СССР появился благодаря Шаверину искусственный лед. Лед. Поэтому все с этого и началось. Вот он, хистерия. Поэтому есть, конечно. Ну, а еще? Ну, из этого и зарождалась история. Я туда пришел, на этот стадион. Хотя я в 86-м году начал тренироваться, да, в 93-м году его закрыли. Именно по этой причине? Ну, в 93-й давайте вспомним, какие они были Ужас, да И на реке Коломенке Рядом там у нас Река удавалась покататься и так далее Поэтому у нас богатая история Поэтому Коломна И с возрождением результатов И вот благодаря Тенденции и динамике Которая пошла после 2002 года И спорт Начал возрождаться на подъеме Первый у нас стадион появился В Москве, Крылатское, 2005 год Это как раз в преддверии Олимпиады 2006 года в Турине Поэтому мы больше времени находились дома И в последующем Благодаря Руководству Московской области Гувернатору Кромову То есть у нас Появился такой замечательный каток Да, только теперь об этом говорим Вспоминаю фильм, помнишь, да, Воркута Я там сидел Ну, в случае с Павлом Кулижниковым Он там родился, а как в Коломну попал? Вот хотелось бы узнать Ну, начиналось все с того, что там очень холодно И жить там фактически невозможно На улицу не выйти, сметает Да то что? Ну да, до магазина дойти Это чистая проблема Может, ты просто мягкотелый? Парень Это родители уже были Меня за ручку водили Я там в 6 лет оттуда уехал Вот И получилось так, что меня завело в Коломну Чему я очень рад сейчас на данный момент Ну, отлично Это же не было, да, там, выбором То есть это центр конькобежного спорта Поэтому я туда отправляюсь То есть ты даже не занимался еще ничем? Это чистая случайность, что я попал в Коломну Катка еще не было Вот это только потом я уже увидел каток Отец меня туда направил И вот все получилось так, что я вот сижу Пришел и победил, да? Нет, это потрясающе на самом деле Потому что вот тут насколько велик элемент случайности Вопрос от коллеги, от Игоря Швецова Который, кстати, привет, большой привет Да, и Ему тоже большой, Игорь, привет Вопрос, связанный с коньками Вот я специально попросил Игоря нам помочь В этом смысле вопрос относительно Вот он рассказывает о том, что, Дим, часто приходилось ломать коньки Потому что большой, да? А, из-за веса Да, из-за веса и роста И я так понимаю, что Павел тоже уже, да, отличился этим Вот Вопрос звучит в следующем образом Может, вам собственное производство коньков организовать уже? Ну, вообще, это вопрос, наверное, не к нам насчет производства Но это шутка, конечно А с чем это связано? То есть это, можно как-то этого избежать? Ну, избежать можно То есть надо просто то, что мы делаем сегодня Мы просто тщательно подбираем из инвентаря то, что нам предлагают То есть даже когда ты приезжаешь на фабрику, да, то есть там не каждая пара лезвий, она, ну, как бы, соответствующего качества То есть и закалка, и сталь, и прозваниваем сталь А то, что вот случилось... Сейчас, минуточку, что такое прозваниваем сталь? Расскажите Да, ну, вообще, берем ручку или карандашик, или по металлу что-то, и вот на звук Чтобы одинаковый звук был? Да, да, да Ну, скрипачи просто Вот, ну, то есть это, я тоже, то есть недавно это только так к этому приучился, да, увидел И, то есть до этого у нас, к сожалению, то есть мы воспитывались вообще технологией вообще никаких Микрич, на секундочку прервемся, но у нас важная служебная пауза Иногда прозваниваем тоже, не только сталь, и мы продолжим сразу Вот сейчас каждому, каждому взять вот так вот по шильдику и ручкой так вот Тюк-тюк-тюк, куда ты едешь? Полтора часа на Калушке от Поворота на Пенино до деревни Мамари Самая длинная пробка там сейчас 40 минут на шоссе энтузиазм от Терлесского проезда до авиамоторной улицы И по полчаса на Ленинградке, на Рязанке, на Дмитровке МКАД, внутренняя сторона от Носовихинского шоссе до Рязанского проспекта Хочется посмотреть, что там на внешней Полчаса от улицы Подольских курсантов до Каширского шоссе Итак, продолжаем И очень много вопросов пришло на наш смс-портал Павел Кулижников и Дмитрий Дорофеев у нас в гостях Да, мы их тоже обязательно зададим в свое время А собственно, почему в свое время? Вот сейчас, наверное, и зададим Тут много интересных вопросов и смешных, и вполне серьезных Ну и смешных вопросов, тем более вы скажете, что все время заворачиваете налево Да, по ходу гонок Давайте поправим, скажем, влево Нет, я сейчас как раз не об этом хотел спросить Я хотел спросить, а тут вопрос пришел от нашего постоянного слушателя Голова не кружится? Вот на самом деле Кругов-то сколько приходится проехать? Не в плане постоянно налево? Нет, налево, правильно, что ты говоришь Ну да Нет, совсем не кружится, все как-то происходит Даже не думали никогда об этом Рук большой и не успевает А глаза никогда не закрываешь? Походу, а как? Тогда спит только Странно, да Удивительный человек, да? По поводу закрытых глаз и незакрытых тоже Вот еще один вопрос, важный, на мой взгляд Наверное, и Дмитрию приходилось через это проходить А Паш, а тебе обязательно приходится проходить это сейчас? Хотя мы приветствуем вас в эфире и очень рады вас видеть Но тем не менее, медные трубы Самое сложное испытание, как говорят в таких случаях Сейчас весь мир о тебе уже знает Конькобежный, так уж точно А год назад, как мне подсказывает опять-таки коллега и друг Мой Игорь Швецов В агентстве РИА Новости не было ни одной фотографии Павла Кулижникова Ее найти не могли А сейчас весь мир говорит Как ты с этим теперь, ты уже приспособился к этой ситуации? Ну, в принципе, с чем, что... Известность, популярность, она все равно растет И дай бог будет расти Ну, нормально, как бы пока привыкаю Только вот эти звонки и все Как бы до поздравления Ну, ну так, относительно достали, может Нельзя так говорить Люди, как бы, тоже звонят Пожеланиями все Это приятно, конечно Как-то привыкаю потихоньку Однако сегодня вот он не успел прийти сразу Говорит, ну где вам расписаться? Ну, конечно Но уже по привычке Естественно, у нас уже готовы фотосессии И все, и мы готовы к этому обязательно Это досточка такая уже Конечно Прерываемся сейчас на большие новости наши А затем продолжим Вопросов еще очень много Мы очень рады вам Сегодня Павел Кулижников, Дмитрий Дорофеев Сразу после новостей продолжаем Продолжим мы После того, как новости отгремят в эфире Спорт.ФМ Сейчас в Москве 9 часов 28 минут Я напоминаю 5-5-3-3 в начале слова «Спорт» СМС-портал, на который приходит ваше сообщение Активен, Артем, как всегда Все зададим сразу после выпуска Ну и ВКонтакте Групп Спорт.ФМ Там у нас вкладочка «Утреннее пинг-понг-шоу» Тоже самое интересное Цитируем в нашем эфире Ну и, естественно, Паш Тоже, кстати говоря, он сидит рядом Все это видит и читает Тим-понг-шоу на Спорт.ФМ Реклама Поехать хочешь за границу На цены лучше посмотри В короте ты можешь закупить Цены хуже, чем в Дьюти-При Седьмого, восьмого и девятого марта В карауте скидка 18% Подробности на Кадифисраута.ру Это опять мне? Вчера цветы, сегодня цветы Я чего-то не знаю Теперь знаете В обе тюльпаны по суперцене 129 рублей за 5 штук Дарите цветы по поводу и без Обе сделаем вместе Цена действительно до 31 марта 2015 года Квартиру! Хочу квартиру! Звони в компанию РЭД Апартаменты бизнес-класса На водном стадионе На Соколе или на Бауманской Акция до конца марта Первый взнос всего 10% Есть рассрочка без переплат на 2 года Подробности 495-988-2111 И на theloft.ru Телефон рекламной службы Спорт.фм 620-46-64 Код Москвы 495 Наши спортивные герои Анна Миленина Урожденная Бурмистрова Выдающаяся российская Винг утверждает, что работать с ней гораздо удобнее Кроме того, такой биометрический метод Гораздо дешевле использования отпечатков пальцев Так как не нужны никакие дополнительные сенсоры К этой минуте у меня все новости Я, как обычно, вернусь к вам ровно через полчаса Я назвал бы это методом кобры Методом кобры А я хотела бы отметить, что я сегодня прямо в малине нахожусь 8 марта уже началось Угощайся Дарья Левченко, служба информации Ну, малина при такой погоде не растет По крайней мере, плодов не дает точно 0 градусов в Москве Облачно пока Но днем нам обещают температуру плюсовую Ясную И к вечеру даже обещают луну на небе А это говорит о том, что, по крайней мере, не будет дождей И в ближайшие дни потепление Потепление достаточно серьезное К понедельнику 6 градусов тепла Утро должно быть спортивным Пинг-понг шоу на Спорт.ФМ Итак, половина десятого в Москве В начале слова спора напоминаем Есть возможность задать вопрос нашим гостям Сегодня есть очень много Будто с них начнем Давай Так, ну вот от девушки, например Катя нам пишет Кандидат филологических наук, между прочим Я бы об этом сказал, да Значит, поделитесь, пожалуйста, Павел Пчитлением О вашей первой изоминающейся публичной речи Или интервью после победы Ваше мнение Нужно ли успешному спортсмену красиво говорить? С уважением Та самая Екатерина Ну, насчет красиво говорить Я думаю, это Надо как бы развиваться как человек Это А насчет первой публичной речи Это было, наверное, недавно Что-то Вышел на дорожку Снова после дисквалификации И меня начали расспрашивать Как ты это сделал? Это было, по-моему, в Коломне И мне это запомнилось как-то Слушай, тут вопрос как раз Именно по этому поводу Вопрос философский Но, тем не менее, вопрос очень важный для всех Спросите, пожалуйста, у Павла Что помогло ему психологически вернуться? Ну, этот вопрос, наверное, тебе много раз задавали А вот вопрос За счет какого морального тренинга Можно подняться из грязи Ну, то есть, из вот этого состояния падения Как для обычного человека Или для чемпиона Себя Вот что за мотивация должна быть Чтобы себя Ну, понимаешь, Саша Давай конкретизируем Где же речь идет о допинговом скандале Я так понимаю Именно на это намекает Артем Когда нам пишет Вот, Паш, пожалуйста Да Ну, во-первых Когда дискалификация была Эта грязь, да, как вы называете Я Это не мы Ну, образно Да Что-то Вот Это Была несправедливость Да, для меня Это несправедливость И вообще Я в голове Это ощущение, что спортсмены Да, то есть, соответственно Многие же, да, попадались в ситуации Когда что-то Действительно съели Что-нибудь А потом выясняется Или закапали себе там В нос какие-нибудь капли Выясняется, что этого было делать Нельзя ни в коем случае Ну, давайте Давайте начнем с того, что Когда Я возглавил Молодежную команду То есть, у нас были Большие тестирования И Пропаганда Опять же Против допинга Ребят задавали тесты На Допинговую грамотность Так скажем И этому очень большое О, такая есть Да И это То есть, это специальные тесты Где ты отвечаешь На вопрос Тебе задается вопрос В компьютерном виде И ты ставишь Ответ По пунктам То есть, у нас Практиковалось это в команде И все у нас Спортсмены Это Сдавали Вот Что касается Ну и Давайте Говорить о том Что Сколько уделяется этому Во всем мире И так же в нашей стране Антидопкинговой программе Поэтому Мы В частности В том же Виде Так же Популяризируем Только здоровый Так как И образ жизни Так же И чистоту в спорте А что касается Павла То То что Субстанцию у него Нашли Но я считаю Что это Ну Может быть Стресс Может быть Еще что-то То есть Он Решил Там Что-то Так Улучшить Своё самочувствие Потому что Не было никаких Оснований Да Употреблять Эти для улучшения Опять же Как и Павел Сказал Результатов Мы в тот сезон Били все Рекорды катков То есть У Павла Была взята Куча этих проб И когда мы вылетали На чемпионат мира Мы так же два раза Задавали То есть Нас мониторили По полной программе А та Эта Субстанция генеральная Которая попала Она Именно запрещена В соревновательный период Именно в этот момент Поэтому Давайте не будем копаться Вот в этом грязном белье Да Можем сказать Так что Павел Все осознал То есть Свою детскую ошибку Он понял И На сегодняшний момент Я считаю Что он доказал И полностью Реабилитировался Для нас Как раз Мы наоборот Стремимся Не то чтобы Не копаться А для нас Гораздо важнее В данном случае Что в голове Происходит у человека Чтобы помочь Самому себе Подняться Вот Выбраться из этой ситуации Психологической Не в смысле Там Компромата Какого-то Давайте Говорить о том Что пострадал Не только Павел А пострадал и тренер А также Конечно В этом случае Мы нашли Те У нас Очень Очень хорошая команда Сформировалась И В той же колонне И та же группа Спортсменов Руслан Мурашов Кирилл Голубев И ряд еще ребят Которые На сегодняшний момент Являются также Членами сборной Команды страны Вот мы Методически Методично Два года Спасибо большое Руководству города И Ледового дворца Колонны Да Которые нас Поддерживали В этот момент Вот Поэтому Мы сохранили костяк Нарабатывали Продвигали Те знания Которые у нас есть Большое спасибо Спасибо семье Родителям Это в первую очередь Те люди Которые Павла Так скажем В этот период Кормили Поили Обогревали И давали Все то тепло И все те эмоции Которые он мог бы Которые он в дальнейшем Сегодня вот показывает Я прошу прощения Что перебиваю Мы опять вынуждены Сейчас мы должны Прерваться ненадолго И сразу после этого продолжим Третье транспортное кольцо Смотрим что там Внутренняя сторона Полчаса От Хорошевского шоссе До проспекта Мира Заметно меньше От Автозаводской улицы До Большой Тульской Внешне Там гораздо свободнее Есть только затор От Краснопрудной улицы До проспекта Мира Смотрим на Садовое Есть небольшие заторы Пять минут От Большой Никитской улицы До Тверской На внутренней стороне На внешней Десять минут От Церпуховской площади До Высокояуского моста Всего же Четыре балла Местами затруднения Сообщает Яндекс Павел Кулижников Дмитрий Дорофеев У нас в гостях сегодня Говорим о коньках Да и вообще о жизни Паш Сколько зарабатывает Конькобежец? И на чем? Вопрос конечно Ну в среднем Нет понятно Да не в сумме Понятное дело Что ты не скажешь Сколько ты зарабатываешь Да и не нужно Ты же скажешь про других Нет нужно Если считать Отначительного футболиста Мы вообще ничего не зарабатываем Это понятно Да конечно И это пробитно очень многим Это мы знаем Да и это несправедливо Ну спортсмены живут Просто на стипендию На стипендию И на Ту Ту зарплату Ну так я назову даже Стипендию То что Они получают ССП В министерстве То есть деньги небольшие Но Если кого-то это интересует Это я думаю Что финансы интересуют многих То есть это 26 тысяч рублей По-моему Я не ошибаюсь А дальше Ну естественно И полный пансион Ну хотя бы Да Но здесь конечно У нас Системная подготовка Ну системная подготовка Здесь мы не можем жаловаться Что у нас нет сборов Что у нас нет питания И так далее То есть естественно Мы находимся Круглогодично Централизованной подготовки Но я думаю Что Павел ее отрабатывает В полной мере Скажите пожалуйста В связи с этим Опять же Вот мы говорим Про каньки в Нидерландах Как религию Да вообще То есть как национальный вид спорта Катаются на каналах Там по Да На замерзших И так далее У меня в связи с этим вопрос Голландский Вот если взять Скажем Их за Ну некий образец То Можно ли Сделать В С финансовой точки зрения Каньки настолько же Привлекательными Как в Голландии И они там Продают этот вид спорта Вот так вот Чтобы зарабатывать Большие деньги Тот же Крамер Да там звезда Всех времен и народов Например Он ведь наверное Человек не бедный Прямо скажем Вы знаете Ну давайте мы Посмотрим На Голландию В целом В объеме Да Нет больше ничего Прям футбола и коньков Вот в том то и дело Ну еще велосипед развивается Неплохо Поэтому Если говорить Да Какие было и место Нидерланды Если говорить Да То есть И если мы Сегодня возьмем Россию Да Но мы Великая страна И поэтому мы Развиваем По всем направлениям И по всем Так скажем Видам спорта Олимпийским Зимним Поэтому Ну с этой точки зрения Возможно где-то Сложнее Да Продвигать Но с другой стороны То есть Если есть результаты Есть Если человек популярный Да То есть Почему нет Ну поэтому Вот здесь Евгений Кургинян Присутствует Поэтому наверное К нему И поэтому Вы все здесь И именно поэтому То есть И всех кто нас слушает То есть Обратите внимание На конькобежный спорт Обратите внимание На спринт На всю нашу команду На Дениса Юскова Потому что Я думаю что Эдин пришел В 99 году Мы уже тогда бегали Вот поэтому И после 2006 года Там Долго общались И много Ну скажем так И в плане тренировок И так далее Но Ване Ну какая зависть Ване можно только Ну так Не то что завид Да Порадоваться То есть Хороший бренд Раскрутили Ваню То есть У него Хорошие знакомые Ты бы если бы завидовал Не сказал что я завидую Это понятно Нет а зачем Ну да Почему Нет а понимаете Есть разные доли зависти Да есть белые Есть черные Есть то есть Мы Я всегда опирался В свои Ну так скажем Давайте говорить Если вы слово зависть Да то есть На белую зависть То есть если человек успешный То есть Надо просто Хочу так же как он Да Надо просто понять Что ты делаешь не так Да то есть Почему он И попытаться это исправить И сделать Поэтому Ну вот у нас Там с Павлом Не было времени Да думать над этим И тем более Вы сами понимаете Какие мы два года прожили Поэтому Сегодня Ну Опять же Есть момент Есть положительная Динамика результатов Есть успех И так далее То есть Поэтому мы Наверное и здесь И сегодня с вами Разговариваем Присутствуем Да Поэтому Я скажу Что не покрывлю душой Что после 2006 года После Олимпиады В Турине То есть Все куда-то побежали Но мы остались Да то есть Я остался в спорте В конькобежном То есть Мы работали Также тренерами Да Нас тоже особо Никто не раскручивал Да В эти года Ну было время Были люди Да то есть Ваня Ну Дай бог Что у Вани Такое окружение Что Ему Настолько Помогают Насколько он Вот Звезда Да Если мы об этом Говорим Паш Но все равно Ты сам Мне кажется Должен Постить Постить там Все вот это Фоточки Все эти Выкладывать Иначе не получится Делать это надо Может это И даже паритит Но черт побери Иначе не получится Ну пока Как-то все это Мельком Потому что Только-только Начал выигрывать И пока еще Не доходило Дел до какой-то Особой там Раскрутки Или что-то Ну так вроде Появляются там Какие-то друзья Больше В большей мере Ну а дальше Я думаю Будем думать Как это все Ну у тебя на самом деле Сложная ситуация Да потому что С одной стороны Нельзя отвлекаться Ни в коем случае Потому что иначе Медные трубы сожрут Просто да И все это Прекрасно понимают А с другой стороны Нельзя уходить в себя Потому что иначе Как бы это не Действительно Почему я Ну давайте говорить прямо Да иначе не заработаешь Да То есть иначе не останешься Просто с медалями Да Но это уже будет Тоже часть работы Конечно То есть это Понимаете Это тоже Как я это вижу То есть это накладывает На человека С такими титулами И в дальнейшем Если это Все у нас пойдет То есть это Откладывает Она накладывает На человека Определенные Ну так скажем Обязательства Да Работа с болельщиками То есть с телевидением Там с радио Да То есть там Рекламная деятельность То есть Ну если это Начнет место быть В жизни Паши Да Начнет место быть Мы начнем учиться То есть мы учимся Каждый день Мы начнем учиться Часть жизни Часть жизни И мы будем вставлять Это в процесс жизни Да Спал С прессой Еще что-то То есть не просто Машины смотреть Да И выбирать каждый день Да Там И помимо учебы Еще Ну и заниматься Это То есть найти Те часы Минуты Где можно посвятить То есть это все То есть это все В процессе должно быть Паш Тут вопрос Про Света Крамера Я так понимаю Вы с ним не пересекаетесь Потому что он стайр Да В первую очередь Крамер Да А ты естественно Больше спринтер Но у меня вот Какой вопрос Есть среди конькобежцев Личности Да Серьезные звезды С которыми в особенности Уже даже не сейчас Потому что ты сейчас Тоже сам чемпион мира Приходилось сталкиваться Непосредственно В очном соперничестве И если есть То насколько проще Бежать в одном забеге С прямым конкурентом Или бежать в разных забегах Ну вообще Меня мотивирует Когда сильный соперник На дорожке Это как бы Дает такой Азарт такой И вообще Хочется всегда Бежать с быстрым соперником Вот У меня складывалось такое Вот на последнем чемпионате мира Это с Мишелем Малдером Мы два раза 500 метров бежали Это основной конкурент Основной соперник был На то время был да Но он Тысячуков Ну я его Да-да-да Ну две пятьсотки Мы с ним бежали на равных Он первый Ой я первый Он второй Как бы очень было интересно И мне это очень нравится Когда сильный соперник Прикольная смс пришла 5533 Начале слова спорт По поводу Симметрии мышц Ну поскольку Все время На одну сторону Да приходится поворачивать То соответственно Как бы и мышцы По идее Должны тоже Как бы развиваться Так да Ну определенным образом Есть ли такая проблема Или существует Дело такое Что мышцы Они одинаковые По сути там максимум Сантиметр Может одна Различаться с другой Прямую же мы тоже Бегаем на двух ногах И это все В одну сторону Сейчас мы возьмем метр Измерим ему И левую правую ногу Да и где на сантиметр длиннее Где меньше Сейчас ненадолго прерываемся Еще раз и продолжаем Не изменила ситуация На дорогах Москвы К этой минуте Четыре балла По прежнему Местами затруднения Сообщает Яндекс Ровно час на шоссе Энтузиастов От 3-й Владимирской улицы До авиамоторной Столько же На Волгоградке От улицы Академик Скрябина До Люблинской И по полчаса На Новорязанском шоссе Ленинградском От Беломорской улицы До улицы Зои Александра Космодемьянских И полчаса На Ярославке От Болшевского шоссе До Фуражного переулка А вокруг Кремля Нет пробок Еще несколько вопросов Давайте попробуем В режиме Блиц Потому что вопросы Хотя и длинные Но времени как всегда Не хватает Поэтому попробуем Так коротко их задать Вопрос сначала Дмитрию Дорофееву Хронические травмы Конькобежцев К чему быть готовым Детям И родителям Когда они отдают Своих детей Конькобежный спорт Хронических травм Нет Надо просто Выстраивать Грамотную подготовку Детей Ну хорошо Какие наиболее Зоны риска Колени Спина Спина Поясница Ясно Еще один Блиц Как совместить Учебу и спорт Удается ли это делать Тебе Паш Павел Кулижников У нас Никогда не получалось Учиться Это такое Хроническое У меня Я как-то пытался Вот у нас травма Ну совмещать надо Это потому что По жизни пригодится Это всегда все говорили Это надо перебарывать Просто Уделять какое-то время Всегда Ну Павел у нас студент Учись студент Учись студент Ясно Поэтому все равно будет совмещать Ну заочно Да я так понимаю Деваться некуда Да заочно Хочется добавить Кто не работает Тот ест Да еще Да Ну это у нас Это уже не из области спорта К сожалению Тут видимо так не бывает Вопрос к вам обоим О чем думает конькобежец Перед стартом Когда ждет выстрел И пистолет У нас 5 вообще О чем-то подумать Ну настраивается Просто на дистанцию Аккумулирует все силы И все И ждет выстрел Все Паша Ну подумай сразу Как это всегда такое Есть перед дистанцией Какой-то мандраж небольшой Думаешь о повороте О концентрации максимальной Как это сделать В общем Как-то вот так вот Люди Очень многие Во многих видах спорта Пробегают дистанцию Проходят ее в голове До того Как начать бежать В коньках это тоже применимо? Ну возможно Да То есть Есть аутотренинг Да Когда ты там Допустим Вечером Кому-то нет Но я не сторонник Увлекаться вот этими Потому что Вещами Потому что все-таки Лучше успокоиться Уснуть О чем-то другом подумать О приятном И не думать о дистанции Да Потому что Понимаете На что готов На то ты готов То есть Если ты не наработал Там всякий Аутотренинг Это уже только Вспомогательный эффект Поэтому Бежит Стереотип Бежит уже Так скажем Сложившийся мастер Бежит Автомат На автомате Да Ты бежишь Просто не допустить Просто сохранить концентрацию Не допустить Мелких ошибок У нас совсем Совсем мало времени Успеваю спросить Паш Что дальше Следующее соревнование Когда где И что будешь делать После эфира Следующее соревнование Порайдут в Германии В Эрфурте 22 марта Все смотрите Конечно Обязательно Возможно Что там все получится И забрать Три кубка с собой Мира Если все получится Обязательно позвоним А сейчас что Макдональдс? Нет Сейчас Сейчас в России Думаю Сейчас дальше А коллегам дальше А мы были раньше Мы были первыми Ну да Мы раньше начинали Друзья Огромное вам спасибо Спасибо Евгению Кургиняну Который нам помог Спасибо Дмитрию Дорофееву Спасибо Павлу Кулижникову И за ваши титулы И за то что у нас есть В конькобежном спорте Такие достижения Мы вас всегда ждем В особенности В те моменты Когда у вас будет Хорошее настроение Надеемся 23 марта Оно будет хорошее Спасибо что пригласили Спасибо всем болельщикам Болеть за конькобежный спорт Ура А мы остаемся И вернемся сразу После новостей Будем говорить О биатлоне Хоккей и футболе Реклама Это опять мне? Вчера цветы Сегодня цветы Я чего-то не знаю Теперь знаете В обе тюльпаны По супер цене 129 рублей за 5 штук Дарите цветы По поводу и без Обе сделаем вместе Цена действительно До 31 марта 2015 года Телефон рекламной службы Спорт.фм 620-46-64 Код Москвы 495 Хоккейная лихорадка 1972 год был олимпийским Но чемпионат мира Прошел особым турниром Таким образом Впервые в истории хоккея Титулы чемпион мира И олимпийский чемпион Были разделены Этот мундиаль ждали Не только по строго Спортивным причинам В хоккей Вновь мешалась Большая политика Сборная СССР Должна была посетить Прагу Впервые после событий 1968 года И разумеется Действующих чемпионов Мира ждал Более чем горячий прием В Советском Союзе Немногие были Хорошо осведомлены О том Что произошло В столице Чехословакии В августе 68 И поэтому Для большинства телезрителей Невероятная мотивация хозяев В матче против гостей Из СССР Стала сюрпризом Однако для чехословаков Многие из которых Видели в советской сборной Отражение Красной Армии Четырьмя годами ранее Разрушивший Спокойный ход жизни В их стране Было невероятно важно Одержать победу Здесь и сейчас Очная встреча Состоялась 20 апреля Шайба Ярослава Голика В ворота Владислава Третьяка Оказавшаяся победной В этом матче Стала величайшим моментом В истории чехословацкого хоккея Однако хозяевам Нужно было еще Выиграть чемпионат Для этого Необходимо было Побеждать финнов Задача была Вполне выполнимая Да тут еще и Шокированные поражением Советские хоккеисты Не смогли одолеть шведов Так оборвалась Золотая серия Советского хоккея Продлившаяся Без малого 10 лет Впрочем Новый Ждать Прежде чем